Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как обещал, начинаем делать обзоры на те машины, которые предлагает нам сезон 2 Плеяда. В этом сезоне, собирая вот такие вот осколки фортиума во всякого рода квестах и подобных вещах, вы сможете проходить веточку и, соответственно, забирать себе машинки 7, 8 и 9 уровня. Понятное дело, что начинать будем с Василиска. Это первая машина, которую вы сможете себе забрать за 3 с копейками тысячи этих осколков. И я больше чем уверен, что все игроки, которые этого захотят, они это сделают абсолютно спокойно и для них этой сложности абсолютно не будет. Что собой представляет Василиск? Машина, украшенная вот такими вот дополнительными частями брони из фортиума, как назвали его разработчики. Говорят, вроде бы такой материал действительно существует, не интересовался. Пишите в комментариях, знаете ли вы что-то по данной теме. Они являются такой себе дополнительной защитой у машины. Как вы видите, это такие себе мини-экраны, которые налеплены на машину в полухаотичном порядке, причем не по всей тачке. Что они собой представляют? Это дополнительные экраны в 35 мм, там в 38-42 порой с учетом приведенки. Ну а если без приведенки, то дополнительные 30 мм к бронированию. Это такая себе антифугасная защита. Если мы снимем данные дополнительные экраны, эти части из фортиума, то видим перед собой абсолютно стандартный средний танк. Я бы сказал по броне, даже немножко приближенный к легкому танку. Вот так вот забронирована машина и ничего уникального здесь нет. А вот эти вот осколки фортиума, они действительно неплохо помогают от всякого рода фугасов, которые могут вас отправлять. Но единственное, что по бортам и по корме здесь такой защиты нет, поэтому будьте готовы, что только спереди эта вся штука будет вам хоть как-то способствовать. В целом машина, я бы не сказал, что внешне является какой-то прям суперовый и на меня, по крайней мере, вау-эффекта абсолютно никакого не производит. А вот что на меня произвело впечатление, так это технические характеристики по орудию. Орудие действительно меня порадовало. Если вы откроете полностью всю машину, то есть пройдете всю эту змейку и полностью все исследуете, то здесь вы получаете топовое орудие с перезарядкой в 5,6 секунды, что действительно очень классно. Правда, с учетом оборудования, амуниции, но так или иначе это максимальное, до чего вы можете довести данное орудие по ТТХ. Так вот, ребят, 5,6 секунды время перезарядки и при этом 225 единиц урона. Довольно неплохое пробитие в 154, понятное дело, что хотелось бы лучше, особенно против восьмерок и 218 на подкалибрах. Что касается урона в минуту, то 2398, ну будем говорить 2400 единиц урона и это действительно очень круто. Что касается разброса и времени сведения, будем заценивать это все в бою, но по заявленным цифрам я лично считаю, что довольно-таки неплохо. Угол склонения орудия вниз минус 9, больше чем уверен, будет позволять нам качественно и приятно отыгрывать на всякого рода неровностях. Что данная машина собой представляет в сравнении с другими тачками на своем уровне? Давайте будем выбирать машину для сравнения и добавим все остальные машины. Итак, наш Василиск, все машины, которые есть на уровне. Давайте уберем отсюда сразу те машины, которые обладают барабанами. Их всего две и что мы видим? Мы видим, что машина в целом вполне себе средне сбалансирована. У нее ДПМ не выше, не ниже, чем у других. У нее пробитие существенно уступающее многим машинам на уровне. Но фишка данной машины, мне кажется, все-таки в скорострельности. В конце концов, если вдруг чего, можете себе зарядить вот эти вот товарищи калиброванные снаряды и будете иметь пробитие выше, чем у многих машин на уровне. Но здесь, в принципе, ребят, на любителя я хочу поработать на данном орудии именно как на скорострельном орудии. А вот если прям совсем не понравится, тогда уже поменять себе на калиброванные снаряды вместо досылателя. Что касается альфы, 225. Да, кто-то скажет, типа не фонтан, ребят, но скорострельность. Скорострельность, ребят, она подразумевает наличие не сильно высокого уровня урона за один выстрел, а работу именно от ДПМа. Что касается сведения и подобных вещей, как я уже сказал, обсудим непосредственно в самом бою. Что касается подвижности, ребят. 50 километров. Я бы сказал, что это в целом терпимая цифра, но будем говорить откровенно. С учетом того, что большинство танков на уровне имеют подвижность повыше, то это меня немножечко удручает. Мне почему-то кажется, что машина будет далеко не самой бодрой. Хотя, порой бывает такое, что цифра тебя смущает, а в бою вроде бы все нормально, все окей. Понятное дело, что у нас нет информации по доходности, но это все-таки коллекционка, и я не думаю, что на ней можно будет фармить. Ну а что касается процента побед, так, ребят, на данных машинах еще никто не играл, поэтому я даже зарекаться не буду, какой процент побед по ним будет. Да и плюс к тому, мне почему-то кажется, что огромное количество игроков, которые получат себе данную машину бесплатно, скорее всего будут ее продавать. Что касается продажи данной машины, я бы не рекомендовал все-таки продавать Василиска. Как-никак, это дополнительная коллекционка в ангаре, ну а получить 500 золота вы сможете просто 10 дней, посмотрев рекламу. Согласитесь, не одно и то же. Скажите, вы бы посмотрели 10 дней рекламу, если бы вам за это дали вот такого вот малыша седьмого уровня себе в коллекцию? Мне кажется, что посмотрели бы. Короче говоря, ребят, все, что можно было обсудить стоя в ангаре или в сравнительных таблицах, мы обсудили. Я думаю, что можно брать смело данного товарища с собой в бой и попытаться его реализовать. Ну что, поехали. Ну что, погнали. Слава богу, разработчики вернули карьеры на место. Можем поездить по данной карте. И обратите внимание, 50 км в час, но едет она действительно классно, действительно приятно. Я не ощущаю абсолютно никакого дискомфорта. У меня складывается впечатление, что я передвигаюсь на абсолютно подвижной нормальной машине. Да, в принципе, так оно и есть. Так, что касается времени сведения, что касается точности. Четенько. Все просто супер. Единственное, что меня тоже пробили, но свой урон я закинул. Приехали мы не в очень хорошее место, потому что здесь, в принципе, скопились все, кому не лень. Еще одно пробитие соперника, еще один точный выстрел. Пока, пока, ребят, меня все устраивает. Единственное, что меня не устраивает, что где-то там наши союзники пасут задних. И это не очень хорошо, потому что могут нам здесь лещей надавать хорошенько. Так. Давай, выезжай. Нет? Боимся? Да я сам боюсь. Я там первый раз на этой машине играю. Непонятно, чего отжидать от данной тачки, но в целом плюс-минус. Понимание того, как ее необходимо реализовывать, у меня появляется. Блин, ну великолепно, слушайте. Реально, вот откидывать, откидывать просто на ура. Просто супер. Как для машины, которую получить можно бесплатно, поскольку за нее уж точно вам платить не придется, если вы хотите себе ее заиметь. Вам просто необходимо будет немножко поиграть, немножечко пособирать эти осколки фортиума. Я больше чем уверен, что вы сможете не только машину открыть, но и повыше подняться по уровню и, соответственно, ее прокачать. То в целом, слушайте, как для бесплатки машина играется просто имбово. Так, ну я думаю, там того разберут или уже разобрали даже. Ну все, в принципе, сейчас мне сплетут лапки, я полез туда, куда не надо было. И понятное дело, что сейчас меня доберет вот этот вот товарищ. Ай, блин, загустить не успел его. Нет, фартануло, представляете, ребят? Фартануло, смог убежать, смог накидать и, не знаю, у меня первое впечатление по машине, ну крайне приятное. Понятное дело, что плохо забронировано, понятное дело, что в размен идти необходимо с умом, потому что альфы вроде бы как бы и достаточно и в то же время не настолько много, чтобы идти в размен в постоянном большом плюсе. Ну, ребят, я получил массу удовольствия от данной машины и считаю, что как, возможно, повторюсь, как для бесплатной тачки, это очень даже годно, это очень даже классно. Что касается места в команде по урону, то занимаем второе место. Что касается наших соперников, сражались они, конечно, как звери, я считаю, что необходимо их за это похвалить. Что касается фарма, ребят, по серебру, как я сказал, это коллекционка, не фармера, но, слушайте, я нахожусь в плюсе. Нахожусь в плюсе на 36 тысяч, это с учетом према аккаунта, без према было бы 22. И за время боя я не был вынужден использовать голдовые снаряды. Короче говоря, по-моему, по-моему, ребят, довольно неплохо пока получается и довольно-таки неплохо Василиск себя показывает. Так, набор нас пока не интересует, давайте возьмем и еще раз закатимся в бой. Итак, друзья, вторая катка, поскольку подвижность у нас есть и вроде бы как заявленный угол склонения есть. Кстати, обратите внимание, угол склонения орудия очень добротный. Понятное дело, что башня у нас не сильно хорошо забронирована, поэтому нельзя сказать, что от нее можно как-то нормально отыгрывать на неровностях. Но, мне кажется, что все-таки будет комфортно играться на данной машине где-нибудь вот в таких вот позициях. Обратите внимание, насколько низко склоняется орудие. Ну, действительно ж удобно, ребят, то есть, ну, это действительно классно. Так, есть желающие получить тычку? О, как раз есть возможность заценить машину на дальнем расстоянии. Не знаю, мне нравится, ребят. Я единственное, чего не понимаю, почему у меня сейчас уже второй бой, абсолютно не слышно, как происходит выстрел орудия. Он что, с глушителем, что ли, или это глюк какой-то у меня. То есть, звуки, звуки озвучки есть в отношении того, что я кого-то пробил, а при этом звука самого выстрела почему-то я не слышу. Не знаю, может, может, лажа какая-то из-за обновления, бог его знает. Но в настройках я точно знаю, по-моему, такого пункта нет. Ладно, с этим разберемся чуть позже. Давайте будем тестить машину. Пока все бодро, я умудрился получить два непробития. Что касается, что касается точности, что касается возможности откидывать на дальних расстояниях. Все действительно очень приятно. КВ-2 пытается кого-то повыцеливать. Давайте повыцеливаем мы его. Ну, не знаю, мне очень нравится. Серьезно, может, я прям совсем как-то сильно забегаю наперед. Может, я слишком преждевременно высказываю позитивное мнение по поводу данной машины. Но мне, в принципе, нравится. Она подвижная, она удобная, она вполне себе маневренная. Она очень точная, даже без полного сведения. Это не может не радовать. Она довольно-таки скорострельная, она довольно приятно сводится. Ну, ребят, серьезно, кроме низкого уровня бронированности по данной машине, у меня нареканий каких-то особых нет. Ай! 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 Ладно, сейчас попробуем дождаться, пока поремкаемся. Заберу, товарища? Нет, не заберу, блин, он меня успел забрать. Я имею в виду соперник. Но, слушайте, все равно, ребят, реально очень позитивное впечатление. Как вы видите, пробивают в основании башни, это действительно факт. Что касается стыка нижнего и верхнего бронелистов, ну, во-первых, я бы не сказал, что здесь особо бронелиста нижний есть. Здесь какая-то планка перед ним выставлена, как я понимаю, сугубо для красоты. А нижний бронелист, в принципе, практически спрятан. Ну, не знаю, ребят, нарекать только из-за того, что броня слабая, это не совсем правильно. Во всех отношениях остальных машина меня довольно-таки сильно порадовала. Так, досматриваем бой и смотрим на наши результаты. Итак, друзья, в этом бою поражение урона нанес существенно меньше. Наш союзник на М41Д действительно пытался вытащить бой. И у него были на это шансы. Ну, как сложилось, так сложилось. Но он однозначно красавчик, однозначно получает лайк, потому что боролся за победу до последнего. Ну, вот так вот бой сложился. Подбивая итоги по поводу данной машины, которую, как я уже говорил, вы можете получить себе абсолютно бесплатно. И, скорее всего, вам хватит силы времени на то, чтобы прокачать ее полностью на все 100. Мне лично машинка очень даже нравится. И я лично с удовольствием получу ее себе на основу. Вы свое мнение пишите в комментариях и высказывайте его абсолютно ничего не боясь. Потому что ваше честное мнение действительно имеет значение. Но только помните по поводу того, что речь все-таки идет о бесплатной машине, а не о той, за которую необходимо платить реальными деньгами, либо голдишкой. Вот такой вот он Василиск. Новый средний танк в нашей игре на седьмом уровне, который, я больше чем уверен, что порадует огромное количество игроков своим присутствием в их ангарах. Я побежал снимать честный обзор на Нибулона и на Глейсера. Ну, а если эти обзоры вам будут интересны, и они будут сделаны, кстати, ребят, в таком же стиле, как этот, пожалуйста, подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайки, это помогает продвижению контента на YouTube. Спасибо вам большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok